Я Иван Иванович Горохов, просмотрел сегодня видеозапись моего коллеги по общественной палате Николая Барабынгина о строительстве набережной в городе Покровс. Очень рад за покровчан, что они в свое время выиграли всероссийский конкурс создания лучших проектов комфортной городской среды. И в скором времени будет иметь отличное место действительно для комфортного отдыха не только самих покровчан, не только жителей Хангала-Осколуса, но и нашей столицы города Якутск. Сам я попал в Рженикиевский район в 1971 году. Во-первых, как зять Рженикиевского луста, поскольку моя супруга Светлана Ремен-Маскаревина из первого жимконгского наследия села Аки-Тебе. В скором времени на днях исполнится 5-10-летняя годовщина нашей совместной с ней жизни. Ну и поэтому, скорее всего, я попал по распределению в поселок Максоголов, самый центр развития в то время строя индустрии в целом по республике. В связи с имеющимся там в то время Бестякским заводом железобетонных изделий и строящимся заводом, якутским цементным заводом с производительностью 30 тысяч тонн цемента в год. Это была самая большая стройка, стройиндустрия в целом по республике в то время. Цемента не хватало. И, естественно, была такая особая необходимость. И в связи с этим связаны строительства дорожной инфраструктуры для того, чтобы ввести строительную продукцию, конструкцию из Максоголоха, якутс. Была построена вот эта вот асфальтовая дорога в 1971 году. Вот. И, в принципе, якутс сегодня в большей степени отстроен из материалов, строительных материалов, значит, чебенки из диабазы, из, значит, торженики из краяна. Ну и из строительных конструкций, которые производились в Бесклянском заводе железобетонных изделий и жилых, значит, домов, конструкций для жилых домов серии 464 крупнопанельного домостроения. Ну, после работы в Якутском цементном заводе по строительству после окончания 1971 году, я там работал в то время мастером-строителем, прорабом, меня пригласили на должность главного архитектора Роженикизского района. В то время председателем райисполкома работал один из самых известных руководителей с Роженикизского района, это Ефим Николаевич Васильев. Вот, когда пригласили, естественно, я согласился, и в течение, сколько, пяти лет я работал архитектором. Вот, самое известное в то время в части строительства района в Роженикизском районе. При нашей инициативе и при поддержке Ефима Николаевича Васильева в то время был разработан генеральный план развития поселка Покровс. И разработаны, естественно, были все три стадии генерального плана, вплоть до разработки детального плана застройки поселка Покровс. И, в принципе, я не ошибусь, если скажу, что этот проект генерального плана, вернее, генеральный план работает и до сегодня, для развития, значит, сегодня уже города Покровска. Но я не буду перечислять все объекты, которые были начаты и построены в мою бытность, будучи и главным архитектором Роженикизского района и председателем Покровского поселкового совета. Я скажу, что когда мы начинали серьезно заниматься капитальным строительством застройки поселка Покровс, естественно, большую помощь нам оказал, значит, своими постановочными вопросами перед республикой. Это Александр Михайлович Ягнышев, его соратники, которые работали с ними рядом, это все знают. И, в принципе, я думаю, очень большую работу для развития поселка Покровс и всего Орженикизского района сделал. Этот энергичный человек, руководитель очень ответственный, которого буквально на днях не стало среди нас. В то время были построены больницы в каменном варианте из 36-ти квартирных жилой дом, почта, аптека, здание райкома партии райисполкома. И, значит, первые жилые дома 64-квартирные, крупнопанельное водостроение серии 464. Это вот первые объекты, ласточки для развития поселка Покровс. Ну и один из самых главных, наверное, это строительство водоочистных сооружений, водопроводных сооружений. Ну, кроме этого, естественно, большая работа проводилась по благоустройству улиц, уличному освещению и приведению в порядок бетонирования, асфальтирования уличных дорожных сетей. Ну, в то время денег, в общем, средств для плагоустройства в Госплановой Республике выделялось достаточно. И пользуясь тем, что мы из Якутска находились недалеко, и из мест, значит, вот, выпуска производства строительных материалов тоже находились рядом. Нам очень было выгодно, и за счет других улусов, которые не осваивали средств, мы, как бы, иногда даже, в мою бытность, председателем поселкового совета трехразовый план, значит, выполняли в течение лета, и все это нам возмещалось за счет неосвоения других улусов. Вот. И еще, вот, что я хочу сказать, ну, в то время при помощи, вот, Савинова Дмитрия Ивановича, одного из самых известных архитекторов нашей республики, по нашей инициативе был разработан проект Кургана Славы. Ну, сегодня, естественно, все серьезные события связаны Великой Отечественной войной. Не обходятся без этого Кургана Славы. В последнее время переконструировались, значит, несколько добавили, и, ну, я думаю, в архитектурном плане этот объект свою привлекательность не потерял. Но, наоборот, значит, как бы обогащение еще лучше в историческом плане особенно есть. Также вот я хотел сказать, что мне сегодня и моей семье радостно и светло становится, когда мы въезжаем поселок Покроус со стороны Якутска, когда мы видим, значит, наше творение, скажем, это вот знак привъезда Покроус. Этот знак имеет свою историю. Он был поставлен, значит, 300-летию основания поселка Покроус. Это в 1982 году. Как раз я в тот год, меня направляли в Вилюйский райисполком по решению областного комитета партии, как строителя инженера, для того, чтобы я серьезно занимался подготовкой города Вилюйска к празднованию его 350-летия. И здесь я хочу заметить вот такие моменты, что вот у меня заместителем в то время в поселковом совете работала очень энергичная Екатерина Михайловна Сидорова. По специальности она историк. И, в общем, это, я думаю, ее заслуга в большей степени, что она озвучила, покопалась в архивах, и озвучила и обозначила 300-летие поселка Покроус в то время. Естественно, мы обрадовались, это при нашем руководстве вот такая круглая дата обозначается. Она, как бы, история, как бы, подвела к руководству именно к этому сроку нас. И мы поставили вопрос перед областным комитетом партии и перед Советом министров, чтобы широко отметить вот это вот важное событие для жизни всей республики, поскольку Роженикийский район, я говорил, значит, вот, по всем параметрам социально-экономическое развитие и перспективе, был одним из самых известных в республике значимых улусов районов нашей республики. Ну и поселок Покроус тоже по уровню самого благоустройства, перед всем тем, что капитальное строительство благоустроенное только начиналось, тоже находилось в числе передовых районных центров, особенно сельского направления, по всей нашей республике. Но это как-то не было воспринято. Властным комитетом партии никак не отреагировали на это дело, естественно, и реком, и исполком. Мы тогда были молодые, не понимали сути истории. Вот. И оказалось, что это, в общем, день последнего широкого, значит, большого, серьезного восстания якутов против казаков. Ну вот. Там появляется межнациональный вопрос. Но тем не менее, вот сегодня, вот некоторые тоже говорят, это что за праздник там туда-сюда. Историю мы не должны забывать, значит. Если любое освоение, естественно, новых земель не происходит так добровольно, значит. Все равно борьба в любом, в другом, в каком-либо виде есть. Надо знать, дать значение сегодняшнему дню. Сегодня мы все мирно живем. И более того, Орженитийский район в свое время, в советские годы, был центром интернационального воспитания молодежи по всей республике. Вот какое значение было это. Вот поэтому сегодня говорить о том, что это как бы случайный, нехороший день, что мы отмечаем вот такое событие, это сегодня, я думаю, ошибочное понимание. Сегодня живем нормально, дружно. Все национальности нашей бывшей обширной страны и даже, можно сказать, Советского Союза, поэтому рука об руку, локоть об локоть. Дальше надо держаться в наше тяжелое время и жить дальше, и не только жить, и дальше и просветать. Но в части вот набережной, как раз в момент разработки, я скажу, генерального плана возникла идея. Это в 1972 году о строительстве набережной поселки Покрос. Это от, вот напротив сегодняшнего здания администрации, деревянное здание было, это здание военкомата. Вот. Не только это, от 36-ти квартирного дома, значит, все сооружения, строения можно было бы снести, вплоть до оврага. Это сегодня, раньше стояло здание автовокзала, сегодня там церковь стоит. И вот эту полосу полностью сводить, и можно было бы отличный сквер, набережную для отдыха. Я говорил уже, значит, туристов и самих жильцов можно было бы создать. И самое главное, здесь привлекательность сегодня заключается. Ну и в то же время, в том, что мы ведь в Великую Лену, когда ледоход идет на нем. В принципе, это якутские большая масса людей вот такое большое природное явление, как ледоход, они не смотрят. Ну, как бы, есть только место, это Кангалатский мыс, есть только Абагинский мыс. Поэтому, я думаю, много было бы туристов из Якутска, желающих посмотреть вот это вот событие, приехав в поселок Покурос, там-то всего-то сколько, ну, от силы час езды в один конец. И в этом была бы великая радость и для молодежи, и для детей посмотреть, любоваться нашей, значит, великой Леной. И, ну, это, естественно, в то время эти строения, хотя и деревянные, они были в таком эксплуатационном состоянии, что их жалко было сносить. И поэтому, по этой причине, в большей степени из-за нехватки средств вот этот проект не был реализован. В том числе и по этой линии стояло здание райисполкома деревянные, пожилые люди помнят, значит, деревянные здания автеки, потом поцелковый Покровский совет переделали, я там работал, значит, ну, и комбинаты бытового служивания, и потом построили вот сандалы. вот, но, к сожалению, в последнее время по мере того, что вот эти деревянные строения превращались в ветхие сооружения, вместо того, чтобы как бы постепенно снести, ну, в свое время руководители района и Покровска даже разрешили построить жилые дома, ну, я о фамилии не буду говорить, но, в принципе, это, видимо, и сегодня помешало, когда вот разрабатывали вот проект набережной, ну, новые дома мы не будем сносить, и тем более, значит, частные дома. вот поэтому сорок, сколько, сорок лет, сорок семь лет прошло после возникновения этой идеи, и я очень рад, еще раз говорю, что по прошествии почти полвека, уже полвека реализуется вот наша и и Покровсян, и жителей Хангалатского Лусы сегодня, ну, и моя мечта, как одного из инициаторов, реализуется, значит, в практику, и в скором времени вот этот прекрасный объект, значит, набережной будет служить, значит, всей республике. Я поздравляю руководство Хангалатского Лусы, руководство Мерии, ну, и я знаю, что далеко не в стороне стояла сегодня главный архитектор республики, ваша землячка, наша землячка Ирина Алексеева, Ирина Дмитриевна Алексеева, вот она продвигала этот, сильно этот проект, поэтому это большое общее достижение нашей архитектуры и руководства Хангалатского и Лусы и, значит, Мерии города Покровсян. Поздравляю. Дальше также развивайтесь. Здоровья вам в наше очень сложное время. Переживем и это, и жизнь не остановить. спасибо.